Микс Ньюс Миколай Николаевич, несмотря на то, что вы нередко выступаете с критикой решений нынешней российской власти, вас, тем не менее, также называют путинским или кремлевским проектом. Вы отвечаете обычно шуткой на это, пытаетесь как-то пошутить, но все-таки как вы объясняете, почему вас считают так некоторые люди называют таким? Ну, я же не психиатр, понимаете, мне сложно вообще попасть в мозги этих странных людей, которые меня так называют проектом. Я просто могу повторить лишний раз, что я не проект. Но если они считают, что проект, ну пусть скажут, чей, когда я им стал, на каких условиях и прочее. Тогда это будет разговор. А так-то пустая болтовня с их стороны. Мое объяснение простое. Зависть. Они все объясняют, видите, очень просто. Вот нас, ценных людей, на телевидение не приглашают на российской. А это вот Дятла Платошкина приглашает, ну, значит, какой-то он, наверное, вот такой вот человек. А сегодня быть участником ток-шоу на российских телеканалах, это такая престижная история? Ну, я могу просто за себя сказать, что я ни разу в жизни, я хочу это подчеркнуть. Сам на телевидении никогда не звонил. Меня приглашают, звонят, когда у меня есть время, когда мне тема нравится. Ну, я чувствую, что я в ней разбираюсь. Я принимаю приглашение, потому что, ну, я же не пойду, например, выступать в роли эксперта, у меня не хватит вообще скромности, мягко говоря, на темы, в которых я, может быть, там не очень хорошо понимаю. Ну, а чем вы объясняете популярность свою? Я не знаю, это, наверное, спросить лучше у тех, кто считает меня популярным. Ну, вот если брать комментарии в соцсетях, то люди пишут, ну, вот верим человеку, вроде он говорит, как есть. Многие, знаете, даже пишут, что Платошкин голос молчащего большинства, ну, что-то вот такие. Ну, верят, что ли, считают, что я искренен в своих взглядах. Ну, я со своей стороны могу сказать так, что мне на телевидении ни разу хочу подчеркнуть, ну, чтобы никто не говорил. Никто не говорил, что надо говорить там, что не надо говорить. Никогда такого не было. Единственное, как-то у нас это происходит, ну, звонят, например, редакторши девушки за день, говорят, вот такие-то темы. Как вы, согласны? Я говорю, согласен или не согласен. Приезжаю или не приезжаю. Ну, вот, также вас в сети, опять же, да, называют умеренным либералом, который равняется на Америку. По крайней мере, такое я вычитала. Ну, и вы говорите о том, что Америка скорее России друг, чем враг. И также о том, что надо поднимать Россию, по примеру, Америки. Так вот, умеренным либералом вас называют. Считаете ли вы себя таким? Ну, если товарищ Сталин был умеренным либералом, то, наверное, потому что Ленин еще, помните, говорил, что надо учиться у Америки. Сталин не просто говорил, что надо учиться у Америки, а деятельно не учился. Ну, скажем, первый советский автомобильный завод, вы знаете, Горьковский автомобильный завод, ныне в Нижнем Новгороде, был построен специалистами фирмы «Форд». Абсолютно так же, как первый советский трактор, ну, тогда же в Сталинградском тракторном заводе, назывался, знаете, как «Форд Зон», то есть сын Форда, тоже был построен американским. И, кстати, я вам должен сказать, что наше советское мороженое, но которое, я думаю, уважаемые жители Латвии, тоже вкусно нам не забыли, оно американское. Его привезли в 30-е годы из Америки во время визита Микояна, тогда наркома торговли, привезли целую такую вот линию. А что касается нынешней ситуации, я никогда не говорил, что Америка, друг, я говорил, что Трамп наш друг, что Трамп – это человек, который искренне пытается наладить отношения с Россией. Ну, скажем, вот Рузвельт пытался наладить отношения с Россией, но это же не значит, что Рузвельта надо ругать за то, что он американец, предположим, что у него паспорт вот такой. Так что вот так. На ваш взгляд, все-таки существует сегодня в России антиамериканизм, и как вы могли бы вообще оценить восприятие Америки российским народом, российским человеком, россиянным? Ну, видите, здесь есть и опросы общественного мнения, которые проводят у нас американские службы, Гэллоп, наверное, вам известно, да, и проводят там. Оба опросы и там, и там показывают, что отношения россиян к Америке, американцев к России, они вот, по сравнению с 2014 годом, когда был вот кризис, воссоединение Крыма, они улучшаются. Ну, что я могу сказать, ну, в России прекрасно работают Макдональдс, Бургер Кинг, я честно признаюсь, я был там на прошлой неделе на Арбате, ну, может быть, потому что я либерал, я не знаю, но мне там некоторые вещи нравятся. У нас вот сейчас, вот вы меня прервали, у нас сейчас выходной, моя супруга смотрела фильм «Пятый элемент», там, американский идет, вот, по нашему главному каналу, то есть, никаких проблем не возникает абсолютно. У меня в моем кабельном пакете на телевидении есть CNN, BBC, ну, я просто знаю английский язык, есть немецкая волна, я знаю тоже немецкий язык, есть французское телевидение, я, к сожалению, французского не знаю, ну, и так далее. То есть, проблем, ну, что ли, с восприятием их точки зрения и с оценкой не существует. Ну, что касается американизма, вот, антиамериканизм, понимаете, вот вы сказали, что я умеренный либерал, там, не знаю, но мне тоже, мне не нравится, когда все сваливают на Америку, вот, скажем, все плохое, что иногда у нас там происходит. А то, что я говорю учиться в Америке, вот Трамп снизил налоги с 1 января в Америке, у нас, к сожалению, налоги повышаются, я считаю, что это неправильно. И в этом смысле, почему бы у него не получиться. Ну, как вы считаете, вот, концепция внешнего врага, она сегодня существует в политике России? Ну, если мы вспомним Орла, это знаменитая история, когда все смотрели на оппозиционера Голдстейна, и там были такие двухминутки ненависти. Ну, общий враг или внешний враг, это такая известная мобилизующая история. Вот Америка для России сегодня не стала тем внешним врагом, с помощью которого можно делать внутреннюю политику? Ну, даже, понимаете, если у нас и пытается кто-то это делать, вот, сваливать все беды Российской Федерации на Америку, я вам честно могу сказать, вот, и по моим соцсетям, и так вообще, вот, по общению, это, как по-русски говорит, не катит уже, да. То есть, свалить на Америку повышение у нас пенсионного возраста или акцизу на бензин, ну, Путин даже этого не делает, по-моему. А с другой стороны, хочу подчеркнуть, что, видите, Трамп встречался с Путиным два раза, вот так, серьезно. И заметьте, оба говорят, что общение прекрасное, что они друг друга прекрасно понимают. Американцы предупредили нас о теракте в Петербурге в прошлом году, удалось его предотвратить. Мы с ними вместе победили исламское государство в Сирии. Заметьте, сотни самолетов находились в воздухе, американских и русских в Сирии. И ни разу, ни то, что не было там каких-то инцидентов. Это о чем говорит, что уровень взаимодействия между военными прекрасен. И, кстати, регулярно наши военные, наши спецслужбы, они с американцами встречаются и сотрудничество идет. То есть, в данном случае все нормально. А санкции, которые, в том числе и Соединенные Штаты Америки, вводят в отношение России, и тут как раз готовят новый пакет, возможно, даже Россию, и российские государственные банки не смогут работать с долларом, как это оценивается? Ну, видите, если брать опять Дональда Трампа, в основном все санкции были введены во имена Обама. Вы, наверное, это знаете. Трамп, вы можете вспомнить, какие санкции серьезно вел против нас? Я не могу вспомнить. Ну, например, предположим, запрет для американских юридических лиц работать с тремя санаториями в Крыму. Ну, я вам скажу честно, такие санкции мы уж как-нибудь переживем. Для вас, я думаю, не секрет, что Трамп сейчас считается там в Америке русским шпионом. Против него идет там масса расследований. Какие-то заявления в наш адрес просто потому, что внутри политические критики от него отвязались. Ну, вы помните скандал, когда от него потребовали вызванный допрос, что ли? О чем он говорил с Путину в Хельсинки? Там переводчицу надо допросить, что он предатель, что он там сдает национальные интересы Америки. Я вот, честно говоря, мне уже, ну, к сожалению, так за 50 лет, я помню еще, я был дипломатом в последние годы СССР, но такого, понимаете, такой свистопляски в Америке по отношению к собственному президенту, не к нам, а к нему, я, честно говоря, не припомню даже. Какие у вас сегодня планы на политической арене в России? Ну, планы такие, значит, мы хотим сделать в Москве проект «Красная Москва». Знаете, духи такие были в советское время. Милые дамы должны помнить это, кстати. Я понимаю, что у вас сегодня рабочий день, но у нас сегодня главный праздник, оставшийся к нам с советского времени, 8 марта. Так что я всей души хочу поздравить всех жителей с прекрасного пола Латвии с этим замечательным праздником. Я нисколько не сомневаюсь, что каким бы цветом он у вас в календаре там не был отмечен, у вас то же самое дарят цветы и все остальное. У нас он официально отмечаемый день, так что все в порядке. В Латвии это тоже праздник. Да, только не выходной. Да, ну выходной, знаете, главное, чтобы он в душе был. То есть будут выборы в сентябре в Московскую городскую думу. Я включаю вашего покорного слугу. И вы настроены на то, чтобы победить. Мы будем активно выступать левые силы и новые, старые совместно на всех региональных выборах в России в сентябре. И, я не знаю, наверное, вот я либерал, я вам сейчас скажу. Мы будем лоббировать активно переименование Волгограда в Сталинград. То есть проведение референдума в сентябре месяце, который будет связан с региональными выборами в Волгоградской области. Если власти не позволят нам этот референдум провести, мы будем собирать подписи 30-40 тысяч для того, чтобы референдум состоялся. Ну, если это тоже входит в либерализм. А для чего, кстати, почему вы хотите вернуть название, которое было во время Великой Отечественной войны в городе? Вы знаете, почему? Я вам могу сказать, я вот когда был молодым еще, совсем дипломатом, в апреле 91-го года, мне довелось беседовать с канцлером ФРГ Колем тогда. Ну, известная личность, бесспорно, да? И он мне говорил, вы что, с ума сошли? Вы зачем Санкт-Петербург переименовываете в Ленинград? У вас вообще в голове все нормально. Для нас, говорят, немцев это Ленинградская блокада, это Пискаревский мемориал. Да вы что? И здесь то же самое. Понимаете, в Париже есть площадь Сталинграда, в Англии есть улица Сталинграда. Пабло Неруда, гениальный чилийский поэт и лауреат Нобелевской премии, создал поэму «Я родился, чтобы воспеть Сталинград». То есть Сталинград как место, где совершился грандиозный исторический перелом в истории не только нашей с вами страны и Европы, а всего человечества. Ну, не дай бог, мы бы не выставили тогда все на Волге. Мы бы с вами точно сейчас это интервью не проводили. Москвы бы, наверное, не было. И человечество окунулось бы просто в чудовищное варварство. Ну, кстати, хочу отметить, что в латвии латышского народа тоже не предусматривалось. У нас звонок. Да, примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, сорвался у нас звонок. Напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну, вот вы нередко говорите о создании нового социализма. И даже утверждаете, что без этого нового социализма Россия погибнет. Что это будет за социализм, который вы себе представляете, и чем он будет отличаться от старого социализма? Да, к сожалению, сейчас были какие-то помехи со связью, но мне кажется, я понял вопрос. Меня хорошо слышно? Да, мы вас хорошо слышим. Слава Богу. То есть, новый социализм – это воссоздание социалистического общества в России на новой основе. То есть, мы не планируем все национализировать. Мы не планируем закрывать въезд и выезд. Мы планируем сохранить трудовую частную собственность. И планируем изменить налоговую систему. Что касается, скажем, где должно быть государство, а где должен быть бизнес. Очень просто. Система жизнеобеспечения важная для всех, где прибыль не главная. Это ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, электроэнергетика, транспорт, природные недры – там руководящая роль государства. В остальном частная инициатива, которую государство должно ограждать. Я, кстати, должен сказать, что в нынешней нашей стране, ну, которая считается у нас рыночной и прочее, вот с этим большие проблемы. Бизнес жалуется на засилие всяких контролирующих, проверяющих органов, на перекосы в налогообложения и все остальное прочее. Это мы, наверное, планируем ликвидировать. А что касается внешней политики, вот, ну, может быть, это для жителей Латвии как раз интересно. Мы выступаем за воссоздание единого федеративного государства из бывших республик СССР, но только на добровольной основе, путем проведения референдумов. Те, кто хотят жить самостоятельно, никаких проблем. То есть вы пытаетесь каким-то образом восстановить СНГ, СССР, или это что-то другое совершенно? Да, но можно сказать, что СССР, это союз, что СНГ, ну, оно и сейчас есть, что восстанавливать. Но если вы спросите людей на улицах Москвы, а какой толк вот от СНГ? Ну, я думаю, что вам никто не ответит, потому что этого толка, грубо говоря, нет. Но, может быть, остался еще безвизовой режим со странами СНГ, что хорошо, что я полностью поддерживаю. А что касается, ну, Советского Союза, вам, конечно, опять виднее, я в советское время многократно бывал в Риге, многократно, я вам должен сказать, у меня дядя там жил. И я могу сказать, что никакого протеснения латышского языка в советское время в Латвии не было. Большинство вывесок в Риге было на латышском языке. Кстати, кириллицу никто вводить, вы знаете, не собирался. Я лично смотрел в кинотеатре Рига, я вот не знаю, есть он сейчас в центре города или нет. Но он по-другому называется «Склендед Пелес» это теперь. А, ну, видите. Ну, тогда я просто смотрел фильмы рижской киностудии там на латышском языке с русскими титрами, а фильмы других киностудий СССР на русском языке, но с латышскими титрами. То есть я всегда, когда приезжал в Ригу, старался несколько слов по-латышски обязательно знать, потому что считал это просто признаком вежливости. Ну, должен-то, кстати, сказать, что у меня еще и с тех пор есть достаточно много книг про историю Латвии на русском, немецком, ну и даже английском языках. Но это я уже, конечно, купил там в других странах. Так что у меня не складывалось тогда впечатление, знаете, о какой-то, я не знаю, вражде. Я честно вам скажу, опять, может быть, я был либералом, когда был студентом ГИМО, слушал «Голосы Америки» по ночам с помощью вашего чудесного радиоприемника ВЭФ, Рижского радиозавода, который, я думаю, сейчас, к сожалению, нам тоже почти не существует. Фильмы Рижской киностудии, особенно там «Долгая дорога в Дюнах», ну, «Детективы», все эти Алоиза Бренча. Ну, это актеры ваши прибалтийские. Это было нашим общим достоянием, конечно, чего уж там говорить. Поэтому, если наши страны будут теснее сотрудничать, на добровольной, естественно, основе, еще раз подчеркнув, ничего плохого в этом не вижу. Ну, этот новый социализм, я хочу понять отличие от старого, ведь насколько он будет успешен, на ваш взгляд, учитывая, что мы знаем, что произошло со старым социализмом? Ну, видите, со старым социализмом, на мой взгляд, произошли две вещи. Он погиб, извините, из-за того, что мы не смогли воспитать нового человека тогда с вами. Но что я имею в виду? Я этот пример часто привожу, вот, работа государственного предприятия, да, им говорили, это теперь не дядя, а ваш. Чего же вы гвозди оттуда воруете? Вы же у себя вроде воруете. Или, предположим, почему был часто дефицит продуктов в магазине? Вот приходит человек, цены держались дешевые специально, да, чтобы каждому, низкие цены, чтобы каждый мог что-то купить. Я помню, в Рязанской деревне хлеба не было, думаю, что ж такое, привозят целую машину, и его нет. А люди брали 10-15 буханок и кормили свиней. В то же время остальные, ну, приходили, которые просто хотели буханочку купить, у них его вроде не было. Какой был выход, если бы был нынешний стой? Да просто отпустить цены, как в 92-м году, и все. Ведь даже, помните, в советское время, ну, юные девушки не помнят, на рынках, где были свободные цены в СССР, было все, но по более дорогой цене. Но тогда народ возмущался, ну, что же, по дорогой цене есть, а вот по дешевой нет. Поэтому я и говорю, мы будем строить новый социализм постепенно, и, думаю, через поколение 2, когда будет воспитан новый человек, человек с новыми потребностями, заботящийся не только о себе, как в нынешнем обществе, но и о других. Когда, я думаю, у нас материальные изобилия в стране наступят, в нашей именно стране, в России, ну, просто очень быстро, мне кажется. Как вы относитесь к фигуре Михаила Горбачева? Он недавно отметил свое 88-летие. Кто-то считает, что Михаил Горбачев развалил Советский Союз. Кто-то считает, что, наоборот, он освободил народы, которые входили в состав СССР. Вот ваше отношение к фигуре первого и единственного президента СССР? Ну, я надеюсь, что не единственного. Если СССР будет восстановлен первого, наверное. Отношение негативное. Знаете почему? Я абсолютно не склонен утверждать. Мне приходилось сталкиваться с Горбачевым и лично, когда я работал дипломатом. Ну, то есть, видеть его сблизи, что называется. И вы знаете, у меня сложилось простое впечатление, еще, кстати, во время его пребывания у власти. Не понимаешь, что говорят. Был хорошим министром сельского хозяйства. Я руководителем Ставропольского крайкома. Но человек не подработен водитель СССР. Ну, есть такое. Помните, у реформы шарахался то антиалкогольная компания, то министерство переименовать, то их слить, то разлить, то ввести там, скажем, ограничения на торговлю цветами, то их вообще, наоборот, освободить. И он сейчас сам честно признает, что продуманного плана реформ у меня не было. А когда его экономические реформы провалились, он пытался завоевывать популярность политикой. Давайте я вот в это освобожу, вот то освобожу, там Прибалтов отпущу, там Германию объединю. Ну, поэтому я считаю, что фигура, это, знаете, несчастная, трагическая. Что человек, оказавшись не в то время, не на том месте. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, а потом вернемся и продолжим. Да, Николай Платошкин сегодня с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня наш гость Николай Платошкин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, код плюс 371. Также пишите по WhatsApp 2306191. Николай Николаевич, насколько эффективной вы сегодня считаете российскую оппозицию? Есть ли она на ваш взгляд? Российская оппозиция крайне неэффективна. Но есть право-либеральная оппозиция, которую вы меня почему-то причисляете. Хотя я всегда был человеком левых взглядов, но разумных левых, как я считаю. То есть право-либеральная оппозиция, вот как раз она говорит то, что вы говорите вы, но только с обратным знаком. Что Россия на всех клевещет, что Россия сама там рвет отношения с Западом, что нам надо сдаваться, что иначе жизни не будет и так далее и тому подобное. Но шансов у них просто вот нет никаких, я вас уверяю, просто никаких. Люди их не воспринимают. Левая оппозиция делится на две части в России. Одна такая, знаете, профессиональные бузатеры. Они там готовы к любым максимумам. Знаете, как по-русски говорят, к любому кипежу. Вне зависимости там, правильно это, неправильно. Ну, работа у них такая. Есть часть такой парламентской оппозиции, которая просто все устраивает. Понимаете, они вот сидят себе на неплохих должностях, все хорошо. На мой взгляд, ответственная левая оппозиция, знаете, вот теневого правительства левого, которое сделает жизнь людей лучше, без всяких, ну, передряг, что ли. Вот этого ужаса 90-х годов, 91-го года. Ее пока нет, и наша задача вот ее как раз создать. Чтобы люди понимали, что в случае смены власти вот эти, вот эти люди станут министрами. Мы им доверяем, у них есть жизненный опыт, и наша жизнь при этом не улучшится. Иначе ведь многие говорят, ну, нынешней власти в России мы вроде как не доверяем. Ну, а кто? Вот кто придет? Вот назовите этих людей. Вот с этим до сих пор была проблема, и я надеюсь, что мы ее успешно решим. А как вы относитесь к Алексею Навальному, которого на Западе, по крайней мере, называют самым влиятельным и самым известным российским оппозиционным политиком? Ну, видите, на Западе он, скорее всего, действительно самый влиятельный и известный. Я спорить не буду, я же говорю, я смотрю западные СМИ, знаю несколько языков, то есть могу почерпнуть мнение о Навальном не только здесь. Но, вы знаете, вот в регионах, что ли, я так могу сказать, ну, знаете, вот Ленин еще говорил, страшно далеки они от народа, я бы так сказал. Навальный из бизнеса. Он неплохо работал с губернатором Кировской области, Белых, вот где была Маша Гайдар. То есть это такая позиция, это, знаете, она скорее переживает, что их лично, лично их, оттерли от, ну, скажем, кормушки. Вот мое такое мнение. И я не понимаю, что изменится, если Навальный, ну, например, станет министром экономики у нас. Ну, предположим. Мне кажется, нынешний министр экономики, Эльвира Набиулина, глава Центрального банка, у нее абсолютно такие же взгляды, как у Навального. Ну, просто Навальному обидно, что не он на месте Эльвира Набиулина. А что бы он сделал по-другому в экономике, не знаю. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Анна. Да, мы слушаем. Вот мне такой вопрос к господину Платошкину. А каким образом, вот, вы собираетесь воспитать нового человека, да, который будет так относиться, как вы говорите? Это мне напоминает, знаете, когда строили коммунизм, что будет, тоже воспитаем нового человека, который, в общем, и будет, как там, от каждого по возможностям и каждого по способностям. То есть, ну, знаете, это нереально. Это нереально, потому что, ну, к сожалению, мне кажется, люди все-таки не так построены, чтобы так это работало. Вот каким образом вы собираетесь воспитать нового человека? Спасибо. Спасибо вам, Анна. Анна, ключевой вопрос. Я так понимаю, вы склоняетесь с точки зрения, что человек животный, скот. И что он, так сказать, работает, живет по принципу человек, человек волк. Береги себя, черхай на всех. Если так, то нам с вами не по пути. Если мы считаем, что человек не животный, все-таки, да. А что это означает? Что он живет не только для себя. Для себя тоже. Но не только для себя и для общества. Если мы с вами так считаем, то мы должны в нем это усиливать. И у меня есть союзники, Анна, я вам должен сказать. Вы назвали меня господином Платошкиным. Был господин Джон Кеннеди, убитый, к сожалению. Помните, что он сказал, когда он вступал на пост президента США? Не спрашивай, что страна должна сделать для тебя. Спрашивай, что ты должен сделать для страны. И знаете, вот еще одна такая зарисовочка. Я после распада СССР беседовал в Берлине с сыном Александра Дубчика. Он сказал, что он мне, знаете, что сказал? Николай, знаете, почему вы проиграли холодную войну и разваливался СССР? Вы апеллировали к высшим ценностям человека. А американцы к нишам. Вот вы несли в мир балет, приват Толстого, там, скажем, какие-то философские вещи. А что несли американцы? Джинсы, жвачку, комиксы. Это проще, конечно, понимаете. Они вообще не воспитывают людей. Нравится вам жевать жвачку? Жуйте. Нравятся фильмы? Должны быть развлекательные. Они не должны ничего воспитывать. А ведь вы помните, в советское время все развлекательные передачи начинались с Сарей и Зокер. У меня тогда, как школьника, думали, ну что эти арии, ну что, дайте там эстраду нам посмотреть. А ведь, понимаете, пытались поднять нас, поднять каким-то образом. Да, не получилось пока. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Елена. Да, Елена. Вот я как раз слушаю радио, да, и насчет звонка Анны, которая звонила, да, она же говорила совершенно о другом. Она говорила о том, что уже была такая идея построить, сделать нового человека. И даже привела как бы в советское время пример. А ваш собеседник переводит стрелки на общие разговоры какие-то. Он, конечно, человек умный, но, по-моему, очень большой идеалист. Спасибо большое. Да, спасибо, Елена. Ну, такая реплика, как отреагирует. Ну, я жил в советское время, Елена. А почему вы считаете, что весь эксперимент был неудачный? А что люди по-скотски относились в советское время друг к другу? Что Тимуровского движения не было, что старшим не помогали. Это же все было воспитанием, понимаете? А что, человек не делался в советское время лучше, вот по-вашему? Что, он делался хуже только со временем? Не знаю, у меня по советскому периоду такого абсолютно не сложилось. Что касается Талинского... Я не знаю, про Латвию, я не знаю, но нынешняя Россия, да, в общем, как и на Западе, я ж там бываю. Люди относятся друг к другу гораздо хуже, потому что главное – это успех. Успех достигнутый любой ценой, в том числе за вас счет. Понимаете, если вот я вас сильнее, ну, идите вы к черту тогда, мне вообще ваше мнение неинтересно. Мне, знаете, что удивительно, вот вы живете на Западе, так христианство этим же тоже заповедям мучает. Ну, что, там тоже идеалисты угуны, что ли, собрались? Ну, почитайте Библию. Еще в данном примере. Там тоже самое, да. Так, только что был сорвался. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Как раз о советском периоде. Ведь было и сталинское время, был и гулаг, и были репрессии. И много всего нехорошего, так если мягко сказать, происходило в Советском Союзе. Или вы не согласны с этим? Да, о том, что в времена Сталина были репрессии, согласен. А в времена христианства репрессии были? А можно ли это сравнивать и корректно ли это сравнивать? Ну, вот да, были и при христианстве. Но если, допустим, человек нарушает закон, а второй говорит, ну, я тоже нарушаю, потому что другой нарушал. Это оправдание или нет все-таки? Нет, абсолютно. Но я просто к чему говорю? Что христианство пыталось ведь тоже воспитать нового человека. Христианство – это совсем другая система моральных ценностей, которая была до него. И часто я вам должен сказать, вот те люди, которые, ну, как она ображается, идеалисты, они хотят все быстрее. Им кажется, что вот надо осчастливить человека силой. Да, иначе будет поздно, иначе вот люди этого не понимают. То же было в христианстве, то же было в первый период советской власти, абсолютно. Да, когда казалось, ну, хватит мешать, ну, мы же делаем великое дело, ну, что вы тут под ногами путаетесь? Конечно, репрессия достойна осуждения, но никто же не говорит, что из-за инквизиции учение Иисуса Христа неправильно. И вообще сам Христос тоже был там палачом, понимаете? Наоборот, он принял смерть за других. А что, таких мучеников в советское время не было? Вот вы вспоминаете ГУЛАГ. А если вспомнить Великую Отечественную войну, когда люди закрывали своими телами дзота и прочее, ну, что они были, дебилами, что ли? Они ведь для других это делали, я хочу почувствовать, не для себя рискуя жизнью. Разве не так? Но ведь там разные были люди, безусловно, были герои, были те, кто боялись этого и кто, в общем-то, дезертировал. Но тут, конечно, можно по-разному говорить, это большая трагедия человеческая. По временам христианства Иуды не было. Был. Ну, опять же, мы как раз возвращаемся к тому, как воспринимать историю Советского Союза. Нужно ли ее разделять на какие-то периоды? Потому что Брежневский Советский Союз – это не Сталинский Советский Союз, и даже не Хрущевский. Без Сталинского периода не было бы ни Брежневского, ни другого Советского Союза, если бы Сталин проиграл войну. Если бы не было индустриализации, если бы не было мороженого того же самого. Кто строил заводы в Латвии, предположим? Ну, сейчас говорят, что это русские ради колонизации делали и прочее. Но вы же понимаете, что это чепуха, правда ведь. Это делалось как раз для того, чтобы все республики были примерно одинакового уровня. А сколько вкладывалось в Среднюю Азию? Вы вот помните, чтобы Англия строила массовые заводы в Индии, например? Блин, нет, конечно. На ваш взгляд, почему тогда страны, которые образовались после распада Советского Союза, настолько экономически проигрывают, назовем это, старой Европе, тем же Соединенным Штатам Америки в экономическом смысле? А видите, потому что вы, Латвия, Россия, в капитализме, вы интересуете их только как рынок сбыта, и мы тоже. И как поставщик дешевого сырья, дешевых рабочих рук. Вы, Латвийцы, вы, ну, латвийцы, да, те, кто живут в Латвии, и вы поставщики дешевой рабочей силы. Разве не так? Ну, дешевые для Лондона, предположим, там, в сравнении с ними вы дешевые. Кстати, было до 40-го года абсолютно так же. Мы русские поставщики нефти и газа. Вы что думаете, они будут развивать у вас экономику как конкуренты себе, что ли? Нет, конечно. То есть мы пришли в их мир, и они заставляют играть нас по своим правилам. Вот в этом, кстати, разница от Советского Союза, между прочим. СССР играл по своим правилам, развивал собственную экономику. А вы, понимаете, ваши фабрики, заводы, рижский вагоностроительный завод не нужен. Есть в Германии, понимаете, не нужны и вы. И мы тоже абсолютно не нужны. Поэтому, включившись в их мир и став играть по их правилам, мы неизбежно будем проигрывать. У нас звонок. У нас звонок, да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Да, Сергей. Очень приятно. Я поздравляю всех женщин с 8 марта. Я хотел бы сначала, я слушаю вас. Вы говорите о политике сначала, да? Что такое политика? Политика – это высшее продолжение экономики. Где мы ее видим? Нигде не видим. Потом вы начинаете говорить уже о другом. Вот тут что-то там, все. Сергей, сформулируйте вопрос, чтобы гость мог ответить. Да, мало времени у нас. Мы, к сожалению, не можем долго выслушать. Вы знаете, да, то есть мне достаточно сложно. Давайте следующего тогда возьмите, я еще раз дозвоню. Да, спасибо вам, что позвонили. Напомню, что Николай Платошкин у нас сегодня на прямой связи. И вот, кстати, в комментариях к вашему интервью вас нередко отправляют в президенты. Нет у вас такого в планах? Президенты России. Вы знаете, если человек выдвигает какую-то программу и боится ответственности за ее осуществление, он пижон и выскочка. То есть, если люди окажут мне такое доверие, я могу попытаться. Я бы вам так сказал. Десять лет тому назад я абсолютно был для этого не готов. Ни по своим знаниям, ни по всему прочему. И я бы не стал хорошим министром десять лет тому назад. Вот как я себе это понимаю. Но если люди так видят, если они считают, я не буду от ответственности никогда отказываться. Но при том понимании, что, ну знаете, я привык отвечать за свои слова. Если буду чувствовать, что вот жизнь людей из-за меня, из-за того, что я делал неправильные выводы, улучшится хоть на минуту, нет. Я тогда стремиться не буду. Но я считаю, что Россия может совершить рывок очень быстро. И рывок именно в росте благосостояния в развитии своей экономики. Не все страны это могут сделать. Скажете, у меня стать президентом Латвии, при том, что Латвия вот останется в Евросоюзе и будет соблюдать экономические правила. Нет, не буду. Потому что никакого шанса у президента Латвии перестроить экономическую политику в этой системе абсолютно нет. У любого президента, как бы он ни назывался. У нас есть еще звонок. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Большой привет господину Платошкину. Его участие в любом телевизионном ток-шоу очень сильно прибавляет авторитета этой программы. У меня вопрос такой. Вот вы вкратце поговорили о том, что, вернее, рассказали о своих желаниях и желаниях своих единомышленников изменить, наверное, социально-экономическое развитие России в нужном вам направлении, понятном для народа. А скажите, вот это не сопряжение, если вдруг это все насчет происходить, будет сопряжено с очень большим ожесточенным сопротивлением. Все-таки, вот извините, я не буду говорить, что у вас там есть какая-то пятая колонна, но все-таки вырос довольно большой класс людей, которые мыслят, наверное, иначе, чем вы. Вообще не приведет ли это к гражданской войне? И какими методами вы вообще собираетесь это дело притворять? Да, спасибо. Методы исключительно законные, митинги и выборы. Что касается сопротивления, вы понимаете, в чем дело? Если моя программа, как я считаю, принесет пользу 85-90% населения, то о каком сопротивлении можно говорить? Ну, конечно, олигархи пострадают, но их менее процента. Понимаете, любая политика, любая, это, так сказать, когда вы выбираете между интересами разных классов и слоев, не может быть такого, чтобы все было одинаково хорошо для всех. Ну, предположим, вот сейчас, ну, чтобы пример просто принимать, да, сейчас у нас налог на дивиденды, вот люди имеют акции, получают дивиденды, он 13%, в Германии 25%. Понимаете, я не могу понять, почему богатые люди, владеющие акцией, платят столько же, сколько на учитель в школе, получающий 15 тысяч рублей. Когда во всех странах, ну, я думаю, что в Латвии тоже, я, к сожалению, подробно не изучал вашу налоговую систему, но я думаю, у вас тоже подоходная, прогрессивная система налогообложения. И в Америке точно она там от нуля до 35%. Если мы требуем ее введения, и она в других странах функционирует, почему у нас... Вы думаете, в Америке люди богатые с удовольствием платят налоги? Нет, конечно, я думаю, и у вас, наверное, нет. Налоги, по-моему, никто нигде не плачет с удовольствием. Ну, о чем и речь, да. Но, тем не менее, придется это делать. Придется. Как вы относитесь к фигуре Владимира Путина? Считаете ли вы его оптимальным, скажем так, политическим деятелем для современной России и руководителем страны? У Владимира Путина есть бесспорные заслуги. Тут оспаривать это нет смысла. Ну, предположим, что касается воссоединения Крыма с Российской Федерацией, я даже не знаю нормальных людей в России, которые против этого бы выступали. Ну, может, опять 2-3 процента, это к вопросу о сопротивлении, да. В то же время, что касается его последнего курса экономического, годичной давности, пенсионной реформы, резкий рост налоговой нагрузки на население, акцизы на бензин и прочее. Я считаю, это вредная политика, которая вредная даже не просто в абстрактном, гуманном смысле, вот как вы говорите, там, налоги никто не платит. Нет, у нас ведь бизнес российский, знаете, мучается от чего? Что у народа мало денег. Ведь в рыночной экономике вы производите, чтобы продать, правильно? Если нет покупателей, если люди в регионах живут на 15 тысяч, вот у меня недавно с Липецка приезжали, Липецк чернозем. Понимаете, в советское время там, ну, как и везде, предприятий, совхозы было полно. Сейчас, если 15 тысяч рублей получают, ну, я думаю, вот там в евро сами это можете перевести. Ну, так дальше нельзя. Люди устали терпеть этого. При том, что узкая прослойка 1%, она реально не знает, куда дать ей деньги просто, понимаете? Ну, съездите в Юрмалу, и, кстати, я там отдыхал всегда, жалко, что вы снесли мой любимый ресторан «Жемчужина», вроде, да? Ну, он сгорел, Юра Сперлан, его не сносили, был пожар. Да, ну, посмотрите, там чьи виллы стоят. Ну, в основном, кстати, россияне там не движутся. В последних годах она будет всегда, но она должна быть вменяемой, понимаете? Чтобы большинство людей могли спокойно и достойно жить. Ну, вот вы упомянули Крым, воссоединение Крыма с Россией, как вы сказали. Но ведь это ведь нарушение международного права, когда границы были нарушены, когда территория другого суверенного государства была присоединена. Но не считаете, что это было ошибкой России сделать так? Ну, видите, я все-таки по образованию ООН, в уставе ООН есть такой принцип, как право нации на самоопределение. Есть или нет? Да, но есть разные. Право нации и суверенитет, они всегда конфликтуют. Это вот два пункта. Конфликтуют, да. Но такой принцип ведь есть, правда. А почему вы считаете, что раз мы его применили, мы что-то нарушили? Потом, я хочу сказать, Латвия и другие республики СССР вышли из состава Союза, нарушив закон о порядке выхода из состава Союза СССР. И, кстати, вы нарушили референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР, который в Латвии тогдашним руководством был запрещен. Разве это демократично? Но это опять возвращение к концепции, если кто-то что-то, допустим, нарушил, то, соответственно, и мы можем. То есть... Нет, как раз, смотрите, вы референдум в 1991 году запретили, правда? А мы в Крыму провели. И, кстати, сейчас американские службы проводят в Крыму опросы телефонные. И украинские тоже проводят. Ну, типа, а как бы вы проголосовали сейчас, да, через пять лет, если бы... Ну, просто я даже цифры вам не буду называть, вы их посмотрите. Они в свободном доступе есть. Ну, что, они там что, 90% говорят, что нас принудили, что ли? Да нет, конечно. То есть, вы этой ошибкой не считаете? Нет, я считаю, это ошибкой то, что мы не признали результаты референдума на данном басе, который проходил в мае 2014 года. Посмотрите опять эти кадры, когда люди стоят там на улицах. Десятки тысяч. И когда в Мариуполе их подавили бронетранспортерами. Это вообще вот европейские ценности, нет? Когда люди стоят на избирательном участке, их давят танками. И сейчас они удивляются, ну, крайне, а почему они вот к нам так, так плохо относятся? Ну, а как бы вы относились? Мы же вас отпустили, правда. Украина провела референдум в 91-м году. Но никто же не стал в Киев пушки и танки посылать и бомбить его с воздуха, правильно? Ну, мы же этого не сделали. Ну, почему, если у вас есть право на самоопределение, на выход, почему у других его не должно быть? Почему Шаттландия может проводить референдум, Каталония не может? Почему Квебек может проводить, Крым нет? Какая разница? Ну, вот один российский политический деятель, Степан Сулакшин, он назвал вас, по сути, диверсантом Путина. И в своем эфире как раз он представил слова организатора митинга о Курилах, где вы принимали участие не так давно, господина Калашникова, который в социальных сетях, он написал, что вы отказывались приходить на митинг и участвовать в нем, если там будут антипутинские лозунги. Действительно вы отказывались? Вы боитесь чего-то? Митинг предложил провести я по Курилам 3 января, когда Калашникова даже в помине не было, и Сулакшина, тем не менее, тоже. Я сказал так, что наша задача на этом митинге, я оказался прав на 100%, дать Путину понять, что российское общественное мнение не поддержит передачу Курил, но поддержит его, если он Курилы передавать не будет. Смотрите, что сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абе. Вопрос о Курилах, сказал Путин, должен быть решен только с учетом российского общественного мнения, а мы это мнение и создали. Я считаю, что мы отстаяли Курилы, и я рад, что если я хоть внес в это какой-то небольшой вклад, может быть, то жизнь прошла не зря. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Спасибо большое, что нашли время. 44 минуты мы с вами проговорили, кстати, в прямом эфире. Программа «Абонент доступен» провели Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, и наш сегодняшний гость, российский дипломат Николай Платушкин. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.